Ребята, я перелопатил тысячу статей и журналов, чтобы найти то, что же женщины считают привлекательными и как они нас классифицируют. Первое – мясной пирог. Выходите в зал, тренируетесь, заботитесь о своем теле, как о храме. У вас есть кубики и руки-базуки, у вас та самая грудь, которой тянутся ее руки. Это не сюрпризы, женщинам нравятся парниформе, но вот какой стереотип. Когда женщины смотрят на качков, то они смотрят на них как на партнера на одну ночь. Они считают, что такие парни годятся только для краткосрочных отношений, что для большинства из нас не так уж и плохо. А что делать, если вы хотите серьезные отношения, а она смотрит на вас как на… безмозглого? В общем, я взял эту информацию из научных исследований 2017 года Калифорнийского университета. Они взяли 286 фотографий мужчин, женщины смотрели на них, и все повторялось снова и снова. Если парень в хорошей форме, то он годился только для того, чтобы переспать. А с другой стороны, уровень интеллекта считался низким. По непонятным причинам люди считают, что у вас не может быть тело и мозг вместе. И это относится к мужчинам. Каким же способом оптимизировать этот стереотип и повысить выгоду? Ну, можете показывать меньше оголенной кожи. Надевайте рубашку с длинным рукавом, брюки на полную длину. Потому что если вы демонстрируете голую кожу, то вы также считаетесь менее интеллектуальным. Если вы носите одежду по размеру, то все и так смогут заметить, что у вас отличная фигура. Но, в то же время, когда вы покрываете свое тело, то это покажет вас с более профессиональной стороны и сделает более интеллектуальным. Следующий стереотип – серебряная лиса. Я взял это из исследования 2018 года от Берницкого университета. Это еще называется эффект Джорджа Клуни. Так получилось, что женщинам очень нравятся взрослые мужчины в хорошей форме, которые заботятся о себе. В общем, это идеальный образ серебряной лисы. Это взрослый мужчина, который стабилен, у него все налажено, и при этом он следит за своим телом. Вы заметили, я не сказал за своей фигурой. Вам не надо выглядеть хорошо в плавках. Вам достаточно выглядеть хорошо в костюме. Но я думаю, что это не удивит никого, что в мире свиданий мужчины смотрят на красоту, а женщины на материальное состояние. Но вот, что еще говорится в исследованиях, когда женщина становится более финансово-состоятельной, то она уже смотрит не только на деньги партнера, она также начинает обращать внимание на его внешний вид. Следующий стереотип – мужчины высокого статуса. Женщины этого и не скрывают. Им нравятся мужчины, которые успешны. Ну а что такое успех? Для большинства людей это деньги. Часто женщин, которые встречаются с мужчинами только из-за денег, называют авантюристками. Но все сводится к тому, что женщины понимают, что очень многие отношения разваливаются из-за проблем с деньгами. Так, почему бы не позаботиться об этом с самого начала? Это я взял из британского журнала по психологии исследования 2010 года. И они просто сравнили Бентли и Форд Фиеста. Они взяли одного парня, одну позу и просто разные машины. На одной фотографии он стоит рядом с Форд Фиеста, а на другой он стоит рядом с Бентли. И как вы думаете, какая понравилась женщинам? Ну естественно, что парень, который стоял рядом с Бентли, был куда более привлекательным, чем тот же парень, который стоял рядом с Фордом. Кстати, они провели то же исследование, только они заменили мужчину на женщину, и оказалось, что для мужчин машина не играла большую роль. Они просто сфокусировались на женщине. И давайте не забывать про эффект хорошего пиджака или костюма. Мы прочесали Reddit в поисках того, чтобы узнать, что женщины говорят о хорошо одетых мужчинах. Снова и снова мы находили истории, когда женщина встречалась с мужчиной, он не был адвокатом, но ходил в костюме. Это ее сводило с ума. Есть другая история, когда девушка, которая начала встречаться с парнем только потому, что он ходил в костюмах, и она думала, что он финансово состоятельный. Он не был настолько богатым, но она продолжала с ним встречаться, потому что он выглядел всегда идеально. Хорошо, я понимаю, что сейчас многие парни скажут, что вся эта статусная фигня пустышка, и она не показывает, кто ты есть на самом деле. Но если вы наслаждаетесь одеждой и машинами, тогда вперед, забирайте все сливки. Следующий стереотип – заботливый владелец собаки. Лично для меня удивительным является то, как этот стереотип добавляет позитива плохим парням. Скажем, у вас было трудное прошлое, и вы выглядите как плохой парниша, но при этом вы хотите встречаться с хорошей девочкой. Есть исследование Мичиганского университета от 2014 года. Они собрали 100 женщин, показали им фото парня по имени Акад. Этот парень постоянно изменял, и вообще с ним были трудные отношения. И вот тут интересно. Если рядом с ним на фото появлялась собака, то женщинам он казался намного привлекательнее, чем на фото без собаки. Потому что появлялась надежда, что его можно исправить. Этот парень заботится о животных, значит все не так уж плохо. Поэтому, парни, вот вам идейка. Если вы хотите показать, что у вас есть сердце, тогда заведите животное. Нет, я не подстрекаю вас найти себе животное для свиданий, а наоборот. Если у вас уже есть животное, тогда выставите в свой профиль фотографию вместе с ним. Следующий стереотип, который мы обсудим, это плохиши. Когда мы говорим о плохих парнях, то это перекликается с одной темной триадой. Это следы нарциссизма, психопатии и макеавелизма. Нарциссизм – это фокус на себе. Психопатия означает, что у вас может быть опасное поведение. На поверхности вы обаятельны, а глубоко внутри себя вы черствы и отталкиваете людей. А макеавелизм говорит о том, что эти люди ищут выгоду и не чуждаются манипуляциями. Все хорошо знают, что молоденькие девочки очень падки на плохих парней. Женщины, которые уже достигли зрелости, больше не играют в игры, а ищут партнера для жизни. Их, наоборот, отталкивает поведение плохих парней. Следующий стереотип – это висельчаки. Многие парни думают, что получить прозвище клоуна – это плохо. Но многое зависит от того, к какому типу клоунов вас определили. Понимаете, есть очень непривлекательный тип шуток ниже плинтуса – это парень, который шутит про пердеж. Да, это забавно, можно и посмеяться, но женщина-то не привлекает. В отличие от парня, который использует юмор более высокого уровня, такой, например, как сарказм. Он реально использует очень интеллектуальные шутки. Это показывает женщине, что он умный. А это уже выглядит привлекательным, и они отвечают на такие шутки смехом. Понимаете, хороший юморист знает, что хороший юмор – это не анекдоты, а взаимодействие с аудиторией. В данном случае – это она. Вы ей кидаете шутку, а она отвечает вам. Поэтому это взаимодействие, флирт – это то, что вам надо. Следующий стереотип, который женщины считают привлекательным – это приключение. Почему женщинам это нравится? Ну, господа, потому что это связано с риском. Но не все типы опасностей сюда входят. А если быть точным, то это риск охотника, добытчика, а не современные риски. Давайте поясню, вы можете рисковать, гоняя по городу, не пристегнувшись ремнем безопасности. Посчитает ли женщина это привлекательным? Нет. Согласно исследованиям 2014 года, риски добытчика, такие как дайвинг, скалы лазанья, горный велоспорт, считаются очень привлекательными. Поэтому вы можете у себя в профиле показать, что вам нравится прыгать с самолета, и желательно с парашютом. Какое видео смотреть дальше? Как начать разговор с красивой девушкой? Я знаю, что многие из вас очень хотят начать разговор, но не знают как. Поэтому смотрите это видео, я собрал все советы по тому, как начать разговор.